Худсовет Сегодня у нас в гостях художник-каллиграф Нжа Макдауэ. Каллиграфия ассоциируется у нас с чем-то почти мистическим. Древние манускрипты, хранящие самые сокровенные тайны. Загадочная и прекрасная эстетика японских иероглифов. Современная каллиграфия – это и традиция, и новые технологии. Значимость и популярность работ современных каллиграфов связаны с тем, что очень возросли потребности высокого дизайна именно в таких выразительных и гармоничных образах. Известнейший арабский художник-каллиграф Нжа Макдауэ создал уникальные работы. Многие из них хранятся как в частных коллекциях арабских шейхов, которые очень ценят искусство мастера, так и во многих мировых музеях. Выставки Макдауэ проходят по всему миру. В России работы художника выставлялись в Эрмитаже и Столичном музее искусства народов Востока. Вы приехали в Москву для участия в международной выставке каллиграфии. Что вы ожидаете от этого форума, впервые проходящего в Москве? Кроме встречи со своими коллегами со всего мира. Мои ожидания очень велики. Я хотел бы выразить признательность организаторам этой акции. Ведь так важно сегодня, чтобы творческие люди со всех континентов могли бы встречаться и придумывать что-то вместе. Я тунисец, представитель Средиземноморской части Африки. Сегодня я много путешествую по миру. Должен сказать, что Россия для меня особая страна. Моему восхищению перед культурой России нет предела. Поэтому приезд сюда я рассматриваю как возможность прикоснуться к великой истории вашего искусства. Что служит источником вдохновения для создания каллиграфических шедевров? Это очень интересный и сложный аспект. Я сейчас как раз занимаюсь этой проблематикой. Взаимодействуем с сознанием художника двух миров. Мира реальности и мировоображения. Художник не может существовать вне общества. Все, что его вдохновляет, так или иначе является частью окружающего мира. Я имею в виду и культуру, и экономику, и политику. Все это тоже является импульсом для создания новых произведений. В эпоху компьютеров многие всерьез опасаются, что современное поколение детей скоро вообще откажется учиться писать. Способны ли привлечение внимания к произведениям каллиграфического искусства как-то остановить этот процесс? Это очень хороший вопрос. Вы спрашиваете, как можно решить эту проблему, и я сразу отвечаю. Надо придумывать новые компьютеры. Да, именно новые, иные, эстетически выверенные по форме и содержанию. Это же совершенно очевидно. Потребность в умной машине носит уже планетарный характер. В этом смысле было бы просто неразумно пытаться с этим бороться. Бояться интернета? Это же абсурд. Нужно сделать так, чтобы все изображения, все символы, которые используются на экране компьютера, были созданы талантливыми художниками. Ведь именно человек создал машину, он и должен оставаться ее хозяином. С детства нужно прививать интерес к творчеству, равно как и к приобретению технических навыков. Будущее именно за таким творческим подходом к научному прогрессу. И мне кажется, что в вашей стране это знают как ни в какой другой. Вы работаете и в сфере современного искусства. Весь мир восхищается вашими витражами. Что вам наиболее интересно из параллельных жанров? В каких проектах вы планируете принять участие в ближайшее время? Знаете, существует два вида проектов. Те, которые можно реализовать, и те, которые существуют только в моем воображении. Ведь мы все мечтаем порой о чем-то совершенно несбыточном. Самое страшное, кстати, когда художник теряет именно это качество. Придумывать что-то просто так, не думая о полезности своего творения. Надо терзать, ничего не бояться, тогда появится новое дыхание. Я принадлежу к тому поколению художников, будем говорить художников, Средиземноморья, которые раньше всего заметили, оценили тот огромный творческий потенциал, который отличает развитие визуальных искусств здесь, в России. Кандинский выставлял свои работы в Тунисе. Архитекторы из России создавали здесь невероятные проекты. Все это не комплименты. Это история искусств, которая очень важна для сегодняшнего развития. Спасибо большое. Очень приятно, что визит в Россию стал для вас погружением в мир высокой культуры. До встречи. Напоминаю, в нашей студии сегодня был художник-каллиграф Анджа Макдауи. Спасибо.